Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу снять видео о топ-5 ароматов июля месяца этого года. Ну, топ моих пяти ароматов, разумеется, те, что выбрала я. Я не буду оригинальной, если сразу же покажу вам опять тот же Daisy, который я приобрела в последнее моем приобретении, потому что я не скажу, что это топ именно вот. Один аромат будет так, среднечок, потому что он просто обыкновенный аромат, совершенно мне напоминающий Шанель Шанстендер, но Шанель Шанстендер, я немножечко устала от него, потому что я пользовалась практически два месяца, и так как я приобрела что-то похожее, то есть это тот же приятный такой грейпфрут, но более в легкой вариации, я бы сказала, менее стойкий, что в принципе на жару июльскую самое то. И вот сейчас я буду говорить больше об ароматах, которые подходят на жару. Именно такую жарищу, которая душит, ну любые ароматы начинают душить, что уже вот плохо. Любое какое-то ощущение какого-то конкретного запаха будет раздражать. В основном, какие ароматы тут нам больше подходят? Озоновые, да, вот все такое, все, что дает белый кедр, нам будет казаться, что это что-то зеленое. Даже зеленый немножко дает какой-то жасминчик. Такое зеленое, озоновое, что-то, как говорят, бело-цветочное, хотя я не очень понимаю, что такое белые цветы. В общем, все такие зеленые, свежие, запахи морские, да, и все в таком духе. Ну, естественно, они будут содержать мягкий белый мускус в разных концентрациях. Но так, чтобы прям вот четко... А, еще и цитрус обязательно. Цитрус это что-то либо лайм, либо лимон, ну такой прям холодный лимон, либо это тот же грейпфрут. И тут же будет еще, должна быть мята присутствовать, она тоже дает такую холодинку. И иногда чаще всего фиалочка или лист фиалочки тоже дают вот эту вот холодинку в ароматах. Поэтому мои топ-5, они как раз и будут такими ароматами для вот жары, чтобы вас не задушить. Чтобы меня, по крайней мере, не задушить. Ну и, в общем-то, Дейзи я вам уже показала. Марк Джейкобс, туалетная водичка. Она стартует грейпфрутом, умирает она грейпфрутом. Что-то сладенькое в ней такое несчастненькое есть. Я читала про Грантику, это была клубничка. И действительно, наверное, какая-то синтетическая клубничка есть. И так как аромат очень нестойкий, час это в его предел. И шлейф от него... Хотя там я читала, кстати, что мускус вроде есть. Но, честно, я даже не услышала никакого мускуса. Вот просто настолько, видимо, его так мало положили, пожадничали, что настолько невесомый. Что, мне кажется, вся линейка Дейзи, вообще вот все ароматы Дейзи, они как раз подходят на жару. Они веселенькие, на них и цветочки как раз. Вот, видимо, это значит, что это какой-то бело-цветочный аромат. Я даже не знаю, что. Помню, что там было заявлено фиалочка. Вот, честно, я так на память вспоминаю. Но фиалка, она прохладу дает. Или лист фиалки, я не помню. В общем, ну, никакой фиалки. Я бы сказала, да, наверное, синтетическая клубника действительно. Если, знаете, если читать про Грантику и сравнивать, то да, можно это услышать. Но на самом деле, как мы воспринимаем аромат? Нравится, не нравится? Вкусно, невкусно? Ну, и, может быть, чем пахнет. Да, там, вишни в ликере, еще чем-нибудь таким. То есть, вот какие-то такие короткие ассоциации. Я не такой прям любитель парфюмерии. Вот уже, знаете, до того, чтобы доходить до вот этого вот какого-то сумасшествия. Ну, на данный момент. Я не люблю вот это какое-то вещанство. Я потом больше как-нибудь поговорю, сниму тему насчет парфюмерии вообще. В общем, почему люди к этому приходят и почему они становятся парфюманьяками именно. Это очень интересная тема, хорошая тема. И давайте мы не будем становиться маньяками, будем пользователями. И я говорю с точки обывательства обычного человека. То есть, я пытаюсь говорить обычным языком. Вкусно, невкусно, нравится, не нравится. Пирамиды читать. Читаю, да, вот ради себя. Но вот прям вот так вам рассказывать пирамиду я не хочу. Я хочу рассказать просто свои обонятельные ощущения, нравится или нет. Ароматы Daisy, они все свежие. Они все, ну, там все цветочки, значит, на них они все цветочные. Но они в стиле, знаете, типа Арифлейн Тендерли. Вот такие легенькие, невистоменькие, свеженькие. Совершенно ароматики. Цитрусовые. И, в принципе, это недолго держащиеся. Но на жару вообще самое оно. Вообще не задушит. Веселенькие флакончики, радует глаз. И приятные такие девичьи ароматы. Офисные, может быть, некоторые. Вот есть такой дейди голубенький, я знаю, он такой прохладной холодиночкой отдает. Но я, честно, не очень его разнюхала. Но, может быть, попробую. В общем, прелесть именно на лето пойдет. Самое то, это для разнообразия. Если у вас много ароматов, им хочется разнообразия, как захотелось мне. Просто повеселиться с красивым флакончиком и с ароматиком таким незатейливым, скажем так. Так, второй аромат у меня уже будет Кортье Бейзер Воли. У меня версия именно пахнущая лилиями. Я бы сказала, что тут такие свежие листья лилии. То есть мускуса тут, наверное, есть все-таки. Потому что какой-то небольшой шлейф и какая-то изысканность есть. Есть свежесть, не очень понимаю, конечно. Ну, не знаю, для меня это моноаромат лилии. Вот есть еще Лис Роз, да, вот там такая розочка. Но роза там не кустовая, не чайная, а именно декоративная. Он тоже красивый аромат, но там он слишком уходит в эту розу. А розы иногда можно спутать с мускусом. Немножко она в конце грубовато звучит. Кортье вот этот классический. Так, я вам покажу. Вот видите, обычный у меня вот мало расходуется. И, в принципе, он... Я не слышу его зимой, я не слышу его весной. И, в принципе, осенью он мне неинтересен. Он слишком прохладный аромат, а зоны... Может, там есть кедр или мох тубовый, я не знаю. Ну, в общем, что-то в таком духе, наверное, есть. И напоминает мне траву, в принципе. Запах такой травы и все, наверное. Ну, мускул должен быть, чтобы просто создать глубину аромату, да, какую-то. Чтобы он как-то насытился и как-то вас обволок. В общем, очень такой незателивый, простой, легкий, ненавязчивый. Именно вот, я бы сказала, даже вот мокрых, знаете, вот именно лилии, листьев. И когда они на дожде, на озоне, да, вот этой. Может быть, тут мята есть какая-то. Вот что-то в таком духе. Очень приятный аромат. На жару мне он очень нравится. Третий мой аромат из моего топа будет классический, естественно, Аква Диджио. У меня классическая старая версия, это моя любимая. Все у меня заканчивается. Я буду очень сильно страдать, когда он закончится. Это аромат, тут как и в мужском исполнении. Есть дубовый мох, есть мускус. Он иногда бывает тяжеловат, на сильную прям жару. В нем еще может быть, а что там такое, кедр, да, насколько я помню. Очень красивый аромат, честно. Там, по-моему, мята есть или мылаемы какие-то. Слишком очень изысканный и очень многогранный аромат. Не могу понять, вот для себя чем пахнет. Пахнет вкусно, дорого, классно. Может, там есть какая-то фиалка. Немножко бергамот, знаю, должен быть бы в нем, но не знаю, вот честно. Вот лучше, наверное, почитать фрагрантику. Действительно, я уже забыла просто, чем там может пахнуть, но очень красивый. И действительно, может быть, дубовый мох так красиво пахнет, я не знаю. Ну, в общем, очень красивый аромат. Я очень буду жалеть, когда кончится. Я не знаю, где его достать. В настоящей вариации у меня соточка закончится. Ну, в этом году я его закончу. Но обожаю очень сильно. То есть прекрасный чистый аромат, чистоты. Но немножко все-таки, если вы вспотели, будет бить в мускус такой. То есть, знаете, поэтому если какие-то тяжелые нагрузки или слишком жарко, не пользуйтесь. Это уже так больше на вечер. И очень хорошо играет. Такой запах чистоты. Прямо прекрасный. Зимой, кстати, я очень люблю после душа. Чистота, просто прелесть. Очень люблю, обожаю, все классно. Так, следующий мой аромат. Вот мой как раз летний аромат. Это Мон Жасмин Нуар. Это от Булгари. И добавка у меня Ле Экскюз. Естественно, аромат, так как тут написано Жасмин о Жасмине, но Жасмина я тут вообще никакого не слышу. Это просто мне напоминает, знаете, какой-то зеленый чай. Здесь есть маленький, мягкий мускус, но его очень мало. Нет, не мало, достаточно. И мне всегда казалось, что этот аромат просто нестойкий. Ничего подобного. Он очень хорошо стоит, он хорошо держится. Для него нужна просто погода, просто жара. Жару он свежий. Он именно такой... Ну, знаете, зеленый чай, наверное, вот если брать Арденовский чай, да, Элизабет Арден, то он такой старьевский, бавский. А вот этот зеленый чай такой современный, молодежный, холодный. Прям вот холодный. Я же даже не знаю, как сказать-то с чем. Ну, опять же, кедровые орешки. Ну, что-то такое холодное. В общем, может быть, это жасмин вот этот какой-то белый, или какой-то там жасмин, который придает вот эту вот холодинку. Добавляет именно холодинку. Я не знаю, честно, вот к этому зеленому чаю, но он действительно потрясающий. Именно летом, именно в жару, вот на море, если брать просто изумительный вариант, вот из этих вот четырех товарищей, я бы сказала, меньше всего, наверное, подойдет Аква Диджил, потому что все-таки он такой мускусный, и он уже более вечерний. А вот эти три, Кортье, Жасмин Нуар и Дейзи, вообще, ну, может быть, Дейзи все-таки тоже немножко вот этой синтетической клубникой, ближе к вечеру, наверное, да. Но вот это вот в самую жарищу, вот в самое то, Кортье, в самую жарищу самое то. Ну, и пятый аромат у меня будет уже Лео Паркинзо, ну, куда же без него. Это наша стандартная мята, да, это стандартный мускус, он тоже так же похож на... Мне немножко напоминает Аква Диджил, уже в новой версии не очень мне нравится, но, наверное, все-таки был. Это классика, ну, это классика, знаете, аромат чистоты, но такое двоякое состояние. Наверное, здесь тоже есть какие-то дубовые мхи и что-нибудь в таком духе. Нет, не знаю, мята здесь есть точно. И с фиалкой, я помню, есть мускус. И, ну, это все тот же свежий аромат, но, знаете, такое двоякое ощущение, потому что иногда он, наоборот, задает ощущение, что запах потного тела. Это правда, прям вот иногда у меня раздражает. Мне такое ощущение, что я помылась, побрызгалась, и мне хочется еще раз помыться, потому что ощущение, что от меня пахнет потом. И на некоторых девушках я тоже самое ощущала, давно еще помню. То есть это аромат все-таки такой на прохладную погоду. Не надо душиться им, когда на улице прям вот синющая жара, и поэтому вот прям совсем на море, я бы сказала, нет, или если только это вечер. Действительно уже вечер, и недушный вечер. Ну, где-то в Питере у нас самое то, потому что у нас вечера холодно, и даже в июле, поэтому все замечательно. Ну, в общем, на любую ветреную погоду он будет красиво вот так шлифить, гулять, но когда погода стоячая, то это не про него. Нам все вот эти свежаки, все эти озоны водные, вот эти вот акватические запахи, вот больше, наверное, подойдет Монт Жасмин Нуар. Ле Экскюз, я не знаю, у меня вот не было другого. Я знаю, Монт Жасмин Нуар у меня был, но это жасмин тяжелый такой вообще. Бабка, старческий вариант. Ну, в общем, вот я ему рассказала топ моих пяти ароматов. Напишите мне, пожалуйста, ваши топ пять или топ хотя бы один. Мне просто интересно, чем вы пользуетесь в июле, или на жарищу такую, потому что я вот выделила вот особенно вот эти два аромата, я бы сказала, вообще вот Жасмин и Кортье, они действительно на самую-самую такую жарищу. Вот, напишите мне, пожалуйста, я жду ваших комментариев, ваших шоуниниев. Мне просто интересно, поделитесь, пожалуйста. И у нас на Ютубе появился новый блогер, его зовут Макс. Он очень молодой такой человек, он очень интересно обозревает парфюмерию, буквально у него два видео всего. Я надеюсь, Макс, что вы будете снимать и дальше видео. И я прошу своих подписчиков посмотреть его видео. Я постараюсь оставить ссылку под видео. Ник у него фетишист. Конечно, ник специфичный, но, видимо, так ему нравится, знаете, так вот. Как лодку называешь, так она и выплывет. Но у меня в голову лезут некоторые другие мысли, не слегка. Ну, ладно, мало ли, что у меня в голову лезет. Ну, в общем, к тому, что у него очень такой интересный контент, он хорошо снимает, хороший монтаж, хороший звук, потрясающий голос, именно такой низкий, спокойный, но вот прям сильно. Я засыпаю сразу, поэтому приходится видео пересматривать несколько раз. Но слог у него просто... Вот как мне нравится. Я люблю вкусно, невкусно, классно, не классно. И чем не классно? А не вот эти перечисления пирамидок и ноток, потому что, по большему счету, мы, люди, мы пользуемся парфюмерами, мы не держим их в ящиках. Ну, я держу, конечно, потому что столько не пользуюсь. Но я все-таки ей пользуюсь. Я на ней не молюсь и не понюхиваю, как, знаете, вот так вот. Там понюхала, где-то подышала какими-то отливантиками, поздыхала и оставила. Это уже некоторая патология. А я все-таки отношусь к людям уже в такой... Что я пользователь, я хочу также слышать именно открытое мнение, вот нравится, не нравится, и все. Вот мне очень... Его видео зашли, потому что я понимаю, человек занимается парфюмерией, он знает тренд, он понимает, и он говорит четко то, что знаю я. Вот то, что он сказал про Энвиктус, это просто кошмар, для меня это аромат грузчиков. Точнее, не кошмар, а он прям вот, знаете, вот мои мысли как бы повторил. Вот для меня это аромат грузчика, какого-то дальнобойщика, но я как-то заметила у молодого человека этот аромат. На полке. И там пацану лет 19, я вообще балдела. Я думаю, мама дорогая. Это мужчины, молодой человек пользуются таким ароматом. Как он на нем будет играть? Ну, то есть, ну, парни выбирают его, действительно. Просто мне было это непонятно, почему. Вот он объяснил, потому что он молодой парень, как бы, да, и, в общем-то, в принципе, он в тренде. И я очень надеюсь, что он снимет нам, девушкам, женщинам, потому что не хочется быть старой бабкой, честно. И запахом старой бабки пахнуть тоже не хочется, и осталостью какой-то тоже не хочется. Поэтому я очень надеюсь, что он нам будет снимать видео, потому что все-таки, ну, какого-то молодого вот этого движения не хватает. Хочется какого-то мнения от молодых людей, от молодых девушек, от молодых парней. тем более, если все-таки он называет себя фетишистом, значит он действительно просто вот, его нос как этот слишком чуткий надеюсь он не закончит, как фильм парфюмер на этом я вас целую, с вами была ваша Алина напишите мне, пожалуйста, в комментариях, чем вы любите пользоваться в июле, в жару на море где-нибудь или просто в жаркое время и я вас целую я желаю вам стать самыми красивыми, счастливыми здоровыми, позитивными и пахнут так вкусно, чтобы все просто замирали я вас целую, пока-пока